Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFIFAPS и сегодня у нас будет полезное видео. Да, неожиданно, казалось бы, с первой стороны, да? А вот так вот. Я начинаю новую рубрику, в которой буду делиться своими советами, своим опытом по игре FIFA 14 Mobile. Собственно, это игра довольно-таки популярная в сегменте мобильного гейминга и у многих игроков возникают вопросы по тем или иным аспектам. Ну и вот сегодняшнее видео будет посвящено тому, каким же образом я могу, ну условно я, да, менять тактику в данной игре. Потому что, например, возникает вопрос, да, вот я хочу поменять тактику, потому что я хочу, чтобы у меня, например, игроки побежали вперед, чтобы я атаковал, чтобы я обострял моменты, чтобы я побеждал, был лучшим, супер лучшим, вот. Либо я смотрю там по игре, у меня нападает на меня соперник, я хочу уйти в защиту, там, в автобус и прочее, чтобы он мне не смог забить и так далее. Либо я хочу как нападать, так и обороняться. То есть мне нужна, например, балансированная, вот, баланс, да? И вот сейчас на практике наглядно мы посмотрим, как можно менять тактику в FIFA 14 Mobile. Итак, поехали. То бишь, вот, допустим, мы хотим бежать вперед. Как видим, наши игроки пока что никуда особо не бегут, ну так немножко, потому что у нас все-таки баланс, то есть они немножко в среднем должны вот так вот и бежать. Вот мы сейчас им говорим, нападение, видите, они сразу бегут вперед. Ну, условно бегут вперед, то есть, например, вот мы сейчас увидим, буквально они чуть ли не на линии офсайда стоят. К сожалению, здесь нет, как в FIFA, ну, в современных FIFA, там, супер нападение, там, ультра супер нападение, чуть ли не до искусственного офсайда, там, доводят и прочее. Вот. Ну, вот теперь я чувствую, что меня прям нападают на меня, прям наседают, я хочу уйти в оборону. Ну, или, допустим, в баланс. Видите, в баланс перехожу, сразу же игроки подходят ко мне. Вот, игроки подходят ко мне. Хочу уйти в полную защиту. Ухожу в полную. Видите, там, игроки, которые на переднем плане, ближе к воротам, они подходят ко мне назад. Они подходят ко мне назад, и вот мы уже в защитной стойке. Как это я все сейчас делал? Просто берете два пальца и двигаете вправо, если вам нужно, ближе к атаке. Просто двигаете вправо двумя большими пальцами. Ими удобнее всего это делать, потому что они у вас, собственно, и задействованы в этом процессе. Вот. Нужно вам, допустим, перейти обратно в баланс или в защиту. Делайте так же двумя пальцами одновременно, только уже влево. Вы, конечно, можете... А, нет, не можете. Я думал, можно еще одним большим пальцем просто провести быстро два раза, но атаку ничего не сделать. Да, к сожалению, здесь нет экстра-защиты, там, экстра-супер-защиты. Чуть ли не все игроки, допустим, там, соберитесь в воротах и оборонятесь. Такого здесь нету. Но здесь это и не нужно, потому что здесь... Да, потому что здесь действительно вам это будет не нужно. Сейчас мне забьют гол. Но это не важно. Важно то, что я поделился своим опытом, как можно менять тактику FIFA 14 Mobile. Возможно, кто-то скажет, что да я знаю, я уже тысячи лет так делаю. Но, помимо тебя, есть и другие, которые не знали, как это делать, но задавались таким вопросом. Вот им я и, собственно говоря, помог. Поэтому, тем, кому был полезен данный видеоролик, я прошу вас подписаться на данный канал, потому что здесь еще будет очень-очень много всякого интересного контента, как развлекательный контент, так и образовательный в плане FIFA 14 Mobile. То есть еще всякие там лайфхаки. Буду делиться своим опытом и прочее. Вот поэтому подписывайтесь. Также ставьте лайк, если понравился данный видеоролик. Также можете нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления всегда о моих видеороликах. И попрошу вас сделать репост, поделиться с другом и прочее, потому что, мало ли, вдруг он играет в эту игру, и тоже вдруг он не знает, как переключаться в тактике. Вот поэтому, в общем, все это делайте, а я уже пойду еще что-нибудь для вас полезное запишу.